В этом видеоуроке мы разберемся с тем, как пользоваться данной подсказкой для гитаристов. Что мы видим на этом листе? Мы видим все ноты, которые есть на грифе гитары. И данная подсказка помогает нам определить, где именно на грифе гитары находится та или иная нота. Римские цифры сверху – это обозначение ладов. Я не писал везде номера ладов. Здесь и так понятно, что если это первый лад, то следующий лад – это будет второй. Дальше третий. Если это третий, то следующий будет четвертый. И так далее. С левой стороны у нас идут ноты, которые играются на открытых струнах. То есть можно сказать, что это нулевой лад. Если вспомните наши первые уроки, то это нота ми первая открытая, это си вторая, соль третья и так далее. Получается так, что здесь есть горизонтальная полоса. Это вот, например, все относится к первой струне. И здесь показаны все ноты, которые находятся на первой струне. Например, вы можете зажать первую струну на седьмом ладу. Не знаете, какая это нота. Но, посмотрев подсказку, мы видим, что на седьмом ладу на первой струне находится нота си. И она выглядит именно так. То есть рисуется над первой добавочной линией сверху. Если же нас интересует нота, прижатая, например, на четвертой струне, пусть будет на пятом ладу, то мы смотрим. Вот пятый лад, вот четвертая струна. Здесь цифра 4 в кружке. Поэтому мы знаем, что это именно четвертая струна. Пятый лад, четвертая струна, нота соль. И она выглядит так. Рисуется на второй линии. Теперь по поводу конкретных примеров. У нас в наших разборах по нотной грамоте были различные произведения. Например, сейчас мы разбираем тонкую рябину. Скоро разберем ее вторую часть. И как нам может помочь подсказка в данных произведениях. Например, мы видим первую ноту. Она находится между второй и третьей линиями. Чтобы определить, где на гитаре зажимается данная нота, мы смотрим нашу подсказку. И видим, что такая же нота между второй и третьей линией находится на втором ладу, на третьей струне. Вот она. С другой стороны, такую же ноту мы можем найти на седьмом ладу, на четвертой струне. На двенадцатом ладу, на пятой струне. Вот та же самая нота. Ля. Но нам нужна именно эта нота на втором ладу, потому что в этом участке грифа удобно играть и вместе с остальными нотами, и на самом деле звучание здесь получается получше, чем на этих участках грифа. По поводу того, как определять, какую именно из нот зажимать, то есть на какой струне, потому что, как мы выяснили, одна и та же нота на гитаре может зажиматься в разных местах. Я могу сказать следующее. То, что часто есть подсказки, как, например, в пьесе «Веселые гуси». Если помните, во второй части мы ноту фа, которую до этого прижимали на первом ладу, на первой струне, зажимали во второй части на второй струне уже на шестом ладу. То есть вот здесь вот. Опять же, эти ноты абсолютно одинаковые. Но они различаются по темпу звучания и по удобству игры. Потому что в первой части удобнее зажимать ноту фа именно в этом месте, а во второй части удобнее зажимать фа именно в этом месте. И для этой фа во второй части у нас есть подсказка цифра 2 в кружке, которая нам как раз и говорит о том, что именно в этом случае ноту фа нужно прижимать на второй струне, а значит на шестом ладу. То есть подсказки, они все-таки чаще в нотах бывают и здесь надеяться только на свой опыт нам не приходится. Мы можем смело определить по этим подсказкам, где же все-таки прижимать ту или иную ноту. Еще раз. Мы видим какую-то ноту в произведении, например эту ноту. Она находится на четвертой линии нотного стана. Линия считается снизу, напоминаю вам. Такую же ноту ищем теперь в подсказке. Можем посмотреть здесь, 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 нигде нету, но вот здесь вот есть нота на четвертой линии. Это нота ре. А значит она прижимается на третьем ладу и на второй струне, потому что для этой строки стоит цифра 2 в кружке. Это вторая струна. Не забывайте также про открытые струны, потому что чаще бывает так, что начинающие, изучив открытые струны, когда начинают уже зажимать какие-то ноты на грифе гитары, изучают простые произведения, они про открытые забывают. Например, видят ноту ми, которая на самом деле первая открытая струна. Нота ми находится между четвертой и пятой линией. И начинают искать где-то на грифе. Конечно же, такая нота здесь есть, но, опять же, в данном случае удобнее сыграть эту ноту на открытой первой струне. То есть про открытые струны, вот про этот столбик, самый первый нулевой лад, тоже не забывайте. В общем-то, это все, что я хотел рассказать в этом уроке. Пользуйтесь смело подсказкой. А в наших разборах я буду обязательно указывать о том, где какие ноты стоит зажимать. Не везде, конечно, но в тех случаях, где это нужно. Или буду давать подсказку, например, что все произведение играется на первых трех ладах. Тогда вам уже лады с четвертого по последней уже не нужны. И вы ищете ноты только на трех первых ладах. Меня зовут Александр. Мы изучаем нотную грамоту для гитаристов. И сегодня мы разобрались, как пользоваться этой действительно замечательной и ценной подсказкой для гитаристов. Редактор субтитров А.Семкин